Привет, белые братья, друзья и подруги подпольной правды! Добро пожаловать в секретную исследовательскую лабораторию и кунгскамеру самых глупых изобретений человечества. Не только современные технологии приносят разочарование геймеру. До нашей эры у разработчиков приставок и игр тоже случались разочарования. Сейчас мы отправимся в виртуальное путешествие по времени и, подобно неистовым чайкам, бомбардируем самые отстойные приставки на свете. В эфире «Подпольная правда» на 3db.gamesdefistv.ru Начнем с устройства с забавным названием «Пипин». По сути, это заурядный, даже весьма заурядный компьютер Apple под управлением урезанной версии операционки Mac OS. Компания Apple сама не собиралась выпускать этот игровой компьютер. Ее заставили, рассчитывая продавать его по лицензии через сторонние компании. Сторонних компаний нашлось немного. Одна «Бандай», которая в России известна прежде всего изобретением «Тамагочи». Неизвестно, на что она рассчитывала. Устройство значительно уступало приставкам своего поколения, причем по всем статьям. Из программного обеспечения, в том числе игрового, для нее предусматривалась лишь упомянутая Mac OS. Стоило это чудо при запуске 600 долларов. Это в середине 90-х, когда за 600 долларов можно было слетать на Луну, тропать статую свободы и похоронить тещу в пирамиде Хеопса. И еще на бутылку кефира осталось бы. Неудивительно, что игровой компьютер «Пипин» благополучно загнулся в год рождения. Известный журнал PC World Magazine назвал это устройство одним из 25 самых неудачных технических продуктов за все время существования техники. Еще один широко известный среди его создателей аппарат – Amiga CD32. Первая 32-битная игровая приставка, вышедшая в Японии коллекционным тиражом FM Townsmart, не в счет. Производитель – знаменитый в туманном альбионе Комодор. Вы наверняка не слыхали, а вот ваши прадедушки и прабабушки не только слыхали, но, может, даже и видали. Система была рассчитана преимущественно на поклонников компьютера Комодор с Amiga A1200. В 93-м году эта приставка даже была признана наиболее часто покупаемой CD-консолью, но ей не удалось сохранить популярность. Не в последнюю очередь из-за полного, понимаете, полного отсутствия оригинальных игр. Проекты для Amiga CD32 представляли собой не что иное, как доукомплектованные видеовставками с CD-музыкой переделки с A1200. Ну, кому такое надо? На сладкое... Приставка PC-FX. Аббревиатура PC в названии не случайна. Внешним видом, башня, устройство смахивает на системный блок компьютера, а не на приставку, которые в большинстве своем имеют плоскую горизонтальную форму. Впрочем, запомнилась она неэкзотической внешностью и несокрушительным поражением в битве консолей. PC-FX появилась как раз в то время, когда Sega и Sony вели самые жаркие бои за место под солнцем и была затоптана насмерть почти в мгновение ока. Главная особенность этой приставки – грандиозное количество порнографических игр и симуляторов знакомств. Такого буйства непристойных игр ни одна другая платформа не знала за всю историю. Подпольная правда, разумеется, всегда выступала за порнографию, но вот остальные печатные сетевые и телевизионные игровые рубрики PC-FX не признали. Мы восстанавливаем историческую справедливость. Ну что вам еще сказать, мои белые братья? Нас затопило, но мы не сдаемся. Разводим карасей с программами еб***я. Потоп на п***, хотя воды по колено. И я знаю точно, все будет охуенно. Подполье жило, и я тоже не умру. Пиши на правду.